Скажите, а как человеку самому понять, каким признаком, что он находится в трансовом состоянии? Я уже так немножко перескочу. Что вот он под гипнозом? Относительно трансовых состояний, если мы будем с завуалированного воздействия, то есть человек не осознает. Потому что эмоционально, я сейчас обрадовался, я в трансовом состоянии. Я возмущаюсь, горюю, я в трансовом состоянии. Это и есть трансовое состояние, состояние активного транса. Поэтому человек просто побывал, ну как он, нет, что он в трансовом состоянии, когда это все, это, это наше естественное состояние. Состояние психологического равновесия, да, это состояние полноценного расширенного сознания. А любая потеря, любая потеря психического равновесия, это научно-музыком называется, неравновесное состояние, да, это уже есть трансовое состояние. Поэтому, как человек, он может и понять, что он в трансовом состоянии, вот он сейчас в радости и прочее, да, ну, как оно произошло там, и это не факт, что на него сейчас кто-то воздействует и прочее. Если я обрадовал человека, сделал ему какой-то подарок, сказал хорошие слова, да, то есть вызвал у него трансовое состояние, не обязательно для того, чтобы повлиять на него, чтобы выудить у него там деньги. Ну, люди часто боятся, почему такие вопросы, потому что боятся, например, цыганского гипноза, да, и вот они уже сразу подходят, цыганка, например, они уже тут же готовы сами впасть в этот гипноз, и в то же время его боятся, не знают, куда им летаться. Как в таких ситуациях? Изначально, часто такое встречается, и бывает, у человека есть, как говорится, предсугестия, да, то есть это называется гипнофобия, цыганка, фобия боится, то есть его в контакт, там, его задача выйти из контакта любой ценой как можно быстрее. Но некоторые боятся, боятся, а человек идет на контакт, зачем ты идешь на контакт, ты слышал то-то, то-то и то-то, да, вот лохотроны по телефону показывали в 90-е годы, там, на перске и прочее, но человек идет, ну что ты идешь, это же лохотрон, но человек идет, да, лохотроны пирамиды банковские, слышали, понимают, люди идут и разных социальных уровней. То есть и интеллигенции, и прочие, и бедные, и богатые попадали, вы знаете, там, и Пугачева, там, и прочие, да, разные люди попадали в эти, и МММ, и разные, там, пирамиды, ну, Пугачева не в МММ, другая, ну, какая разница? Поэтому, не знаешь брода, не лезь ее в воду, зачем садиться в вагонии? Играть в карты, когда слышали, что картежники, там, специальные каталы обыгрывают, зачем ты садишься играть в карты, вроде как, о, подружечки, там, дурака начинаешь, ну, человек не знает, что все это начинается, то есть, там, с дурака подружечки, а потом переходит, там, плавно совсем в другие вехи, и потом он оказывается без штанов. Поэтому карточная игра, азартная игра, в которую ты можешь попасть, ну, не лезь ты туда, к цыгане больше не лезь ты туда, да, то есть, она гадает, цыганка на дому, есть у нас цыганки, там, реклама, да, то есть, она не аферистка, она гадает, там, так она проговорила, не так проговорила, но она, у нее есть телефон, вот ты к ней домой приехал, все, она тебя не оберет, ты заявишь в милицию, а на улице, да, то есть, это, гадание, как говорится, просто, как бы, оказия к тому, чтобы войти в контакт, и выводить у тебя деньги, и не лезь ты в этот контакт, вот и все, развернуться и уйти, потому что ты не заметишь, как, ведь, я вчера рассказывал, и привлечение внимания, удержание, внимание, то есть, не просто, что давай погадай, а, не хочу, а когда, хочешь, я скажу, как тебе зовут, хочешь, я скажу, день твоего рождения, год твоего рождения, ну, помнишь, я рассказывал, помнишь, да, и все, и вроде это заинтересовывает, увлекает человека, и он затормозился, и дальше продолжается все, и продолжается все, и он попадает в эти сети, не надо идти на контакт того, что ты уже знаешь, ты уже и предварительно знал, что это опасно, но идешь, попробовать идешь, или что? Понятно, и и последний тогда вопрос, какой-то, может быть, интересный случай, либо парочка случаев, каких-то, может быть, необычных, связанных с гипнозом, вот, из вашей карты. Один случай интересный, очень интересный, феноменальный случай, это как раз умножение трех, наверное, значных чисел, да, это в 90-е годы, когда Ельцин был президентом, у меня была одна женщина, я помню даже ее имя и фамилию, и в гипотетическом состоянии 365 умножить на 978. Тогда вот калькуляторы, он не успевал нажать, отвечай, он не успевал нажать кнопочки, она не успевала, как она потом анализирует, да, то есть те цифры, которые ей говорили, а она их повторить в сознании, но когда императивно появивающий звучал голос, отвечай, она говорит там 47985, и он там досчитывал точно, точно, точно. А тогда я был начальник отделения Академии энергоинформационных наук, ее возглавлял бывший шеф космической разведки генерал Ханцеверов, и я должен позвонить, что у меня есть такой человек, обладающий феноменальной способностью, ну, вот такими способностями, да, я позвонил и научный секретарь Чернов, да, то есть ее контакт, там, и прочее, он ей позвонил, что вот вы обучитесь, мы вас приглашаем, немножко хотели это, и как раз-то вот эти, не помню, какой, 90-е года, то есть здесь голосование, там, за Ельцина, передвыборная кампания, и она в прошлом, оказывается, была коммунистка такая, яра, и она мне звонит, Петр, значит, а вы за кого будете голосовать, и вообще, как бы, вне политики, ну, так просто, то, что я там с военными, это, я бы, за лебедя, ну, генерал-лебедя, я бы, ну, наверное, за лебедя, вы, да, так, и вот она, на меня, начал, кричать, да, то есть, вы, вы, это, в России, Советский Союз продали, вы хотите, Россия продать, и прочее, прочее, и прочее, типа, надо за коммунистов голосовать, там, за Юганова, ну, это, и я говорю, Леонор, да я, ну, хотел уже ей объяснить, что я вообще, как бы, не полез, мне, да я вообще на голосование не пойду, что-то она спросила, я ответил, она трубку бросила, проходит какое-то время, мне, Чернов с Академии, звонит, Петр, тебе вот это, Брагина не звонила, я говорю, да звонила, спросила мне то-то, то-то, я говорю, я сказал то-то, он говорит, мне позвонило то же самое, спросила, ну, а не то военный, тут, конечно, залибили, он говорит, я то-то сказал, и она как, он говорит, все, мне больше не звоните, я с вами с Натой не хочу домой, и прочее, и все, она не пошла в дальнейшем на контакт, на продолжение каких-то исследовательских работ, а феномен проявился, у меня вот так группа обучалась, и не я даже с ней проводил, а парнишки, и в программе-то у меня этого нету, но просто гипнабельный один попадается в другой, и вот они стараются какие-то там проводить эти галлюцинационные сюжеты, и он ей просто вот сказал, и она начала вычислять, он ей сказал, она вычисляла, ну-ка давай проверим, он опять говорит, и все, то есть, вот проявился вот такой феномен. Туда are they, куда видишься? Ага, и все. и все. Продолжение следует...